по щелчку не было мне сейчас очень интересно насколько изменится повестка и формат нашего общения типа мотор ну да нисколько не изменится во первых с приездом человек первый у меня кстати волнительный опыт у меня первый гость не из города кемерово из москвы самой из вашей вот этой деловой москвы как тебе у нас или или у нас или у вас как ты вообще в принципе позиционируешь ты еще кузбассовец или ты москвич кузбассовским на меня нету проблем с позиционированием я все-таки мне нет проблем с позиционированием скорее я все-таки родом из сибири вот я это как бы я написал инстаграм вот этот типа кемерово стрелочка москва там сибиряк из москвы такие но у меня нет проблем типа блин а сибири не моё но наверное моё но наверное я просто знаю что я здесь родился поэтому по-прежнему общаешься продолжаешь общаться со всеми сибирячками которые есть в москве живут базируются и те которые приезжают в гости в москву из кузбасса да там из новосибирска ну да но это неопределяющее нет такого что надо общаться только с ними с ними просто всегда знаешь когда ты понимаешь что все нити разговора потеряно с этими ребятами всегда можно о чем-нибудь да поговорить разумеется тем более есть же существуют какие-то определенные дополнительные факторы что если это твой кореш достаточно близкий с твоего города а если с ним еще можно и поговорить за юмор там за квн допустим за спорт за футбол это же вдвойне приятно вот но многие то люди многие те семь подписчиков которые меня стабильно смотрят и делают мне все эти подписки в первую очередь знаю тебя как старого квоенщика разумеется ты по прежнему медийное лицо в городе камера знаешь где то есть еще определенные бренды какие-то вот эти пресс-волы всего команда квн кембридж ты по-прежнему частичку кембриджа в себе сохранил не знаю что у вас вообще как команды как вы там ну суть в том что конечно команда как некой творческой единицы в принципе понятно как команда квн ее нет а как творческая единица единый ее тоже нет но просто как некий алгоритм неких связей между собой конечно существует и конечно люди которые ну которые мои ровесники чуть младше меня и старше меня но особенно в кемерово они естественно понимают что кембридж это типа о чувак из кембриджа это бренд кемеровский бренд некий да да они как будто о да он же наверно так происходит я никогда не слышал но наверное типа вода он же из кембриджа о ну значит типа есть о чем поговорить но я правда такого не слышал но мне кажется так есть потому что вот реально вот как будто бы девушки которые постарше которые занимаются не знаю там мероприятием или еще организации да они типа думают что все еще это вверх ну типа профессионализма возможного типа не знаю но не с ней может не свидением а вот с какой-то креативной составляющей или там типа что-то написать что-то по юмору такая штука это какой-то креатив авторство сценарии потому что мне так кажется а возможно ты из той когорты наверное из того временного пласта квн который был еще тем почему да нет бессмысленно отрицать как можно было достаточно давно же да уже было но прикинь 13 12 даже еще 12 13 14 я просто говорю вот типа финал 13 и может быть он не считается тем это просто крутой был финал 14 уже фонарь типа 14 13 год это типа днепр город пятигорск и битва сражение про по парам слезы и понимаешь люди говорят о том что квн то тот период когда люди говорят что прощаться с квн слезливо это типа реальное расставание они перестают играть и людям верят сейчас кто-нибудь в квн делает но я уже не верю но я не верю я не знаю может быть зрители начали паразитировать уже на вот это клеше все а тогда реально мне верилось в это я помню может ты был более романтичный не ну потому что я сам был в максимально вот ну знаешь у меня был самый пик отношений с квн поэтому я в это верил я помню я писал твиттере такую шутку что когда город пятигорск в 14 в каком году они там прощались сочи и я писал тебе погрю блин какой-то такой вот я не помню что там уже было но мне горит так хочется картонкова пойти обнять ну типа сказать блин оль типа ничего себе прикольно но ты бы наверно не смог ее обнять просто потому что в тот момент руки за спиной еще не сцепились да ты понимаешь дешевые шутки я думаю зачем там блин разговариваем о чем-то таком а высоком и такой ну толстый жанр а я такой я мразь периодически бываю но если поговорить о высоком то я считаю что это первый квн кемеровский на экране который показал свою интеллигентность потому что у вас не было концепции у вас не было каких-то фриковатости никаких но потому что так и было так и было все интересно начиная многих людей кого не говорю образы номера прикольно помнишь тот самый момент от тебя же по ушутками была интересная лапенко и серебряков в в образе советского инженера ну да 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 я им было смешно я эти пиздя у меня выбросил и выбросил ну на самом деле да казалось бы люди в группе кембриджа дам до сих пор цифры ну типа в районе четыре семьсот тысяч что такое у вас надо заказать тогда рекламу мне кажется можно выложить можно выложить там просто смешно там за с момента как мы не играем я там выложил вот этот мем я выложил песню андрюхи шачнева и лёхи петрова когда они там записали потом стасян рудницкий меня попросил админство и выложил туда футбольные какие-то бложки блог полублоги ножки на бложки такие наивно полагаю что это сработает ну то есть короче я выложил туда и все-таки когда про кембридж идет все равно люди несмотря на то что они туда не заходят это где-то в ленте выскакивают они на это реагируют они на это когда-то подписались не то что они они не анализируют они видят картинку лайкуют или что-то делают с ней а потом я захожу типа смотрю 10 тысяч просмотров вот это да а это просто в квн афишвелла к себе дарну ну то есть прикольно что они что-то кто-то увидел получается кто-то репостнул в целом нормально чего не говори я например с многими людьми лично знаком с кем-то даже дружен и понимаю что там практически не было никакого знаешь актер квн когда ты играешь роль и по вот как евгений не кишин они цитологии генетики него для многих такое откровение было когда я рассказывал да он не такой он не ботаник он футбольный арбитр да по-моему насколько я помню ты помнишь на это его что и он очень хорошо играет футбол я не знаю про футбольного арбитра арбитры кожома я точно знаю кожома пашненко вот этого я не знал они уже когда играли в квн там но когда еще на квн сайте были афиши ой афиши анкеты там где типа было написано что он типа футбольный арбитр кожома категории прям категории он судил флпу какой-нибудь типа того такую любительскую у меня кстати есть тоже категория не не футбольного арбитра у меня есть судейская категория и причем первая судейская категория не весь как вторая категория совсем то есть там уже детские соревнования судить первая категория потом судья региональной категории потом раньше было в советском союзе республиканские категории сейчас по моему это как это называется как федеральной категории и потом уже все на жизнь легкая атлетика я блин как не интернет его это просто судья стартер был и причем я должны электроники работал иногда вот либо здесь какая есть электроника автоматический хронометраж как чемпионат россии бывает ручной хронометраж это вот для глубокая дичайшая провинция когда серед и так прикольно об этом рассказывать что типа думаю что где-то по тегам ольга богословская увидит тебя о надо писаться там там чувак реально по легкой атлетике прям нормально и оланда ты чё смотришь его нет надо смотреть да есть короче и вот но ланочка конечно это моя боль а тем более к тому что сейчас же вот в этом сезоне купили хоть и сезон был усеченный купили права на бриллиантовую лигу и они вдвоем комментировали у меня диссонансы я обожаю бриллиантовую лигу я обожаю теле трансляции левкой атлетики ну вообще конечно ольга богословская бриллиантовая лига это как будто бы антонимы антонимы она должна комментировать что-то мемориал братьев знаменский да хотел гранаткин их сказать это больно да знаменский ну вот мы эти про что говорю что да мы начали помнишь что с того что реально люди ну лайкают да вообще мы с тобой начали с завтрака потому что у меня как обычно как и во всем уважающим себя видео продаж не должен быть какой-то определенный интеграционный момент вот егор прилетел из егор прилетел из города москвы прямо сейчас и мы его пригласили куда в хардс разумеется где самые лучшие завтраки у нас клубе потому что я прилетел авиакомпании в которой раньше кормили нормально а сейчас дают только сэндвичи а в хардси всегда было вкусно а теперь появились завтраки будние дни и выходные дни там посмотрите в общем зайдете в инстаграм к ним и посмотрите но надеюсь будет на вкус мы общаемся за завтраком у нас меняется временная локация и уютнее да стало когда ты общаешься за завтраком не с женщиной у меня кстати знаешь что очень непривычно что все за этим завтраком зрячий потому что я привык есть завтраки и смотреть слепую на тв3 вот это смотри сразу же видно когда зашел автор он такой как конор макгрегор выманил тебя раздергал а потом контр-панчем убил я просто эту фразу писал кому-то то что я привык за завтрак а ну вообще в общем комментарии в ютюбе подшел писал там что он прям как домой себя попал за завтраком слепую смотрю здесь тоже послепую вообще классно поэтому да ну это какой-то такой прикольный момент что ну типа очень она понимаешь вот все таки вот как сказать вот насколько все прямо тупо и прямолинейно что черное это белое это белое чтобы что для размятия мозгов типа ну а не кайф и она ай дебил и ты пытаешь уже отгадать а в итоге она кажется она а баба нина тебе говорила и ты так нормально опытом чем тролл какой-нибудь бутик съел нормально размялся уже как бы день можно готов готов тому чтобы делать совершение своей москве кстати хочу тебя поблагодарить что один из дней наверное одно из утр прошлого года началось того самого момента что ты выполнил наш квест тот самый стоит я думаю поблагодарить тебя еще раз сказать спасибо тебе за ювенту за мой ювент в москве прикольно я это прикольно вообще был я не знал как это все выглядит вот эти очереди в очереди возле черкизова потому что сайт упал первую же секунду да я попал в 90-е в 90-е где написываются в очередь стоят стоят тетрадочку да передаю там был тип какой-то который такой так ну давайте если тетрадки не будет мы все запутаемся и все он что-то там записал ну прикольно это то есть реально плюс-минус это не было какой-то давки в экономике все таки люди 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 остались людьми они конечно не доверяют но в целом ну все что происходило это плюс-минус похоже на правду со стороны тех людей которые продают билеты и они не сами не знают как будто как они будут продавать потому что ничего не мешало выйти человеку и сказать что короче вот вы собрались здесь ну к примеру 6 утра с 10 или там с 9 начались продажи ничего не мешало выйти и сказать давайте мы встанем какие-то четыре понятные очереди они в общую толчью где каждый будет под меня это конечно ну бич российского спорта никто не пытается систематизировать и если где-то хорошо то где-то будет очень плохо нет такого что ну все стабильно понятно отлаженная система везде какая-то импровизация вот там поэтому я сам обрадовался что получилось взять билеты не какие-то сверх дорогие или сверх дешевые на какие-то плохие места а те которые вы примерно планировали и я такой блин слава богу я не проотвечался все нормально потому что было бы тоже обидно приехать и что-то там как-то не договориться поэтому как бы мне было прикольно что и все состоялось момент был да вот именно за это хочется сказать спасибо а что знаешь заметил зачастую было бы очень странно что в футболе максимально то есть допустим не так там какие-то дикие варвары которые обманывают друг друга там пытаются прорваться пройти по головам и в то же время в каком-то виде спорта который условно говоря не настолько популярный и который не по просмотрам ну например фехтование и там все чинно благородно и отлично получается думаю да господи на фехтование же вот так почему футболе не могут это сделать почему это фехтование выбрал потому что там у них благодетели очень крутой ты не знаешь что у них президент федерации и как у них все очень круто по бабкам там вымерено прям чуть ли не там вылизано они постоянно не испытывают некого стресса и же алишер усманов он них президент федерации и он личные бабки туда вваливаю в фехтование они с ним в тесном контакте да вспомни сколько олимпийских чемпионов у нас я на игорян последний софи великая до этого это небольшой более не были бы даже зачем зачем ты понижаешь рейтинг своего подката обсуждая фехтование окей тогда вернемся вернемся человек у меня кстати достаточно интересная история по гостям которые будут у меня поэтому по итогам вообще этого сезона ты заядлый спартач ты мясной у меня будет человек конь у меня будет бомж один вот так что давай я думаю закроем это или откроем или откроем да давай откроем эту историю знаешь почему откроем потому что открытие арена с каких пор ты со спартаком дружен любезен да не ну у меня все просто потому что это единственный футбол который показывали показывали в полностью показывали в лиге чемпионов то есть ты давно ты еще оттуда с золотой команды романцева кота когда началась 93 4 5 нет ну я смотрел помню матч не я смотрел наверное батя смотрел с интером нет 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 в россии с ротором был матч и это было типа интересный матч и типа мне надо смотреть ну окей он смотрел с интером я не кстати не смотрел я вообще смотрю футбол типа прям смотрю прям сижу у телевизора и смотрю получается с 90 наверное девятого года потому что 98 я не помню я чемпионат мира 98 не смотрел не смотрю потому что я его смотрел дикой драматурги я посмотрел в девяносто девятом году как его полностью повторяли ну или показываю ну не полностью зачем показывать все там четыре сколько-то матчей групп они показывали видимо сенегава да зачем смотреть я не знаю кто на самом деле играл ну короче не суть я смотрел будучи в наших шинских чтениях в биске типа смотрел точно хорватия германия хорватия германия хорвата обыграли немцев и вышли в матч но в полуфинал еще как короче феерила замечательная команда под предводительством давара шукер да да хорошо типа помню и вот я тогда пересматривал девятом году и первый матч который я прям помню даже смотрел я прям такой обосрался от счастья то что это я видел это классно это типа спартак реал я не смотрел синтером они были годом ранее и двумя годами ранее там по моему это в разных турнирах но это некий диссонанс потому что я смотрел это же ты знаешь все вот эти нарезки и фотографии когда роналду зубастик на красной площади вот в этой шапке-ушанке вся клюквенная клише когда их поводили потом на первую тренировку они пришли все сначала не поняли тут же сию секунду начали утепляться потому что я смотрел обзор помнишь тогда еще передача футбольное обозрение было и был с виктором гусевым футбольного зрения либо спиритуриным да да спиритуриным вот и было показывали как они вышли на первую тренировку все побежали за перчатками за вот этими ушками не ожидали такого момента и игра на динамо играли на этом ублюдском газоне вот они на огороде я до сих пор помню что почему игра на динамо потому что я никогда не понимал что за функция которая называется с обогревом почему ничего не изменил ну типа что он греет там просто там просто а сатана кидает в топку и греет поэтому такая жареная котлета какая-то вместо газона они всегда в каждом репортаже говорили что динамо оборудована подогревом поэтому ничего не понятно вообще ну типа и поэтому вот игру просто помню вот с реалом было прикольно но я поставил у сестры в классе она на 7 лет старше кто-то ставил ставку я поставил тебе 5 рублей поставить я поставил по моему там я прямо на счет поставил и получилось так что я выиграл 2-1 этим сказал 2-1 случилось я выиграл а мне если сказала что типа получается там как-то так все скинули что типа тебе 25 рублей и потом приходит короче кто-то стырил на эти деньги ну ладно я не расстроился сейчас я думаю на прикинь коэффициент всего лишь 5 они 555 всего на точный счет победу спартака в матче с реалом это очень маленькие все букмекерские конторы бы обосрались мне кажется от такого видения в принципе все эти истории ну да вот ну вот это первый матч и я первый матч который я помню чемпионат наверное тоже смотрел но вот сезон и потом я помню спорт экспресс тогда еще чемпионат россии тогда еще это все называлось не было таких супер мульти брендовых российской премьер-лигой стоял да я не помню почему-то в голове когда мы говорим чемпионат и у меня в голове уже сразу же опыт высшая лига высшая лига а у тебя кстати нет такого момента я вот замечал но это честно мое уже подмечалова потому что у меня родственники все тоже смарт disintegrated рдушкам спартака и воле не воля несмотря на то что я в россии ни за кого не болею да ты знаешь за кого я поле какой футбол я люблю но воле не более из всех российских клубов оттуда еще идет спартак спартак народная команда дедушка за спартак не знаю почему ну может быть как тот английbecause нам так динамо кто-то болел самый старейший же дэрби пом Bilbao спартак динамо старейшая российской переходами от главное дэрби это спартак цск получается как вы сейчас модно знаю derby красной площади да Дерби всея Руси. Дерби всея Руси. А я не знаю, может быть из-за красивой рекламы какой-то. Дерби за Красную площадь. Хрен его знает. Потому что обе московские самые наиболее близко расположенные, наверное, к центру команды. Я у папы когда спрашиваю, у меня папа болеет, типа, например, за... Ой, мама болеет за Спартак. Я с ним могу обсуждать, типа, там, что происходит. То есть понятно, что она не сильно... Ту самую историю. Какая же гадость этот ваш Мирзнов? Ну, как бы, нет. Она может сказать, типа, вот, что с Мирзовым-то не так. Ну, типа, она понимает, что что-то не то. Ну, тут Вищенко старается. Ну, то есть она понимает какие-то видоизменения, и она болеет за Спартак. Она была на Спартаке, она была на Спартаке... Она только что просила, верните, рассказывала. Она была в 77-м году на клубах Спартак. Она видела, как... Сколько они здесь? 3-0 или 4-0 выиграли? Они выиграли там 1-0, а здесь 3-4-0. Она здесь была и второе... Потом мы с ней были в Томске, потом и она еще была на Спартаке Крубин. Короче, она нормально, она понимает. А папа, он... Я у него если спрошу, типа, а почему... Ты за кого болеешь? Он скажет, я, типа, ну, не за кого сейчас не болею, он болел за Динамо Киев. Когда это был чемпионат СССР? Да, болел, потому что он рассказывает, что вот они в своем доме жили, и там рядом был парк, и, говорит, мы что-то гоняли футбол, и вышел чувак, он, типа, приехал с Украины, он болел за Динамо Киев. И вот он как-то подсадил батю на Динамо Киев, садил за Динамо Киев. Ну, видимо, ему нравилось, как это принято писать во всех билетристических, футбольных, исторических, силовой футбол, атлетический футбол Лобановского. Валерия Лобановского, действительно. Ставьте лайк, если болеете за «Спартак» и понимаете, что не так с Мирзовым. Учимся интерактивиться, зрителям мощным. Он в химках, в химках все нормально. Ну, да, я вспоминаю, просто смотри, еще у меня есть один момент, я за себя думаю, когда старый «Спартак», еще тот самый Олега Романцева, золотые годы, до 2004 года, когда доминирование тотальное, чемпионские титулы, первые чемпионаты, они в последний раз чемпионами становились в первом году, в третьем они выиграли кубок, и все. Но, тем не менее, все-таки продолжалось, и наводили шорох на международной арене. И вот тот самый момент у меня есть, от ностальгии ты начинаешь вспоминать и перечислять вот эти харизматичные фигуры, которые тащили, которые тогда стали легендами. И когда ты сидишь с человеком, который в Рашаве, смотришь, а вот Андрей Тихонов, а он тебе, а Илья Цибаварь, просто называя фамилии, ты уже понимаешь. А Егор Титов? Ну, Егор Титов, типа, это мой тип вообще, это мой Кент, типа, потому что он Егор. Кто-то там на «Спортсе», они делали, типа, у всех же, типа, была какая-то тетрадка, куда ты собирал вырезки. Конечно. И у меня это был, как бы, журнал, и в конце я решил постер Титова из еженедельника футбола сделать переводку. И, типа, у меня свой постер Титова, понял, типа. И я его наклеил, типа, он такой, кекс там, блин. Ну, тем не менее, ну, это Егор Титов. Ну, это, типа, я сделал свой постер, вот, типа. Ну, это так, это можно, ты знаешь, как это бывает зачастую, когда ты, мне кто-то рассказывал, как это можно штуку такую сделать, какие-то темные тона ты карандашом простым грифельным закрашиваешь, светлые тона оставляешь, переворачиваешь, прижимаешь. И вот это, типа, теневая такая история. Я сам так никогда не делал, но люди говорили, что эта штука так работает. Вот, то есть, я так понимаю, Егор Титов этот мой совсем прям, вот, самый-самый топчик из всего, из всех. Ну, это, типа, ангел-хранитель, я бы как-то так сказал. Тотемный игрок. О, да, да, да. Ну, типа, а и так еще сапал, он дольше всех играл за Спартак из всех вот этих многократных чемпионов. Поэтому за ним было интереснее всего сидеть. А как же Дмитрий Оленичев? Это не твой тотемный игрок? Да он же ушел уже из Спартака, когда я начал за ним сидеть. Ну, багаж-то остался, разумеется. Багаж еще, как игрока. Он приходит, когда как тренер пришел, говорит, так вот же багаж. Как игрока еще. Может, не распаковывали, что ли? Ну, конечно, ребята, ну. Вот, а вот у меня три, кстати, есть тотемных игрока за всю историю моего любимого клуба. Все уже знают, что это Ювентус, наверное. Кстати, есть такая история, что когда играет Ювентус, или когда есть какие-то, я выкладываю прогнозы, или когда ребята, болеем, скоро плей-офф, играем. Многие мне люди пишут про то, что считают, что меня, как самого-самого главного эксперта в Кемерово, но есть еще наш с тобой хороший друг Диман Смирнов, еще один фанат Ювентус, еще один. Вы считаете, старых бабок любителей, старых женщин, такой же, как и я. У меня есть три человека, тотемных. Конечно, Алекс Дель Пьеро, это Джан Луиджи, несмотря на то, что он пришел, но у него нет мусорного бака в месте сердца. И Андреа Пирло, Пирло, это тоже третий мой тотемный человек. И я даже не могу их поставить на первое-второе третье место, они как у меня. Понимаешь, как интересно, этих людей всех я знаю. Это легко болеть за европейский клуб, все знают этих людей. Прикольно. А вот так, вот если про Спартак говорить, я очень сильно... Ну, типа Титов, это просто первый тип. Хотя я помню, когда у меня была FIFA, я... А ты в какую, кстати, начал играть в FIFA первую? Не, ну в первую я начал играть, когда я на компы пришел. Но тогда не было российской средней религией чемпионата, не было. У меня комп появился в конце 2001 года. Ты зажиточный человек. У меня вообще интересно, у меня вся техника появилась, ну, грубо говоря... Не было бы счастья, да не счастья помогло вот так. Такой формировки. У меня, типа, папа получил травму, и единоразово получил солидную выплату по регрессу. И в один день появился, сначала появился телек, видик и музыкальный центр. До этого не было. Ну, типа, был просто такой старый российский телек без пульта. А потом появился и комп ближе к Новому году. И, ну, типа... Внезапно обрушилось на вас мультимедийное благополучие. Ну, было, да, прикольно, потому что я вот сломал ногу, и вот у меня было три пульта, типа, от видика. А до этого ничего не было. То есть, если бы я сломал ногу, там, двумя месяцами... Чувствовал, тебя здесь отминут на колл-центре. Вот, ну и, короче, вот появился FIFA 2001-2001, где надо было вот так вот колотить, чтобы ускоряться на дабл-дабл-дабл-дабл. Помню, помню, разумеется, да. Ну, вот. Ну, когда рабочая правая, как ты левый будешь очень быстро бежать? Тяжело. Так какая разница. Ну, такая. Ну, тренировать вот это движение можно. Ну, и, короче... Я знаю, как натренировать вот это движение очень быстро. Ну, вот, и, короче, история в том, что я... Там можно было создавать игрока, и я создавал игрока Андреа Тиноха. Это, типа, у меня был негр. Я, типа, так, как бы делал Тихонова, но негра. И его куда-то вставлял. У меня был такой тип... Я же придумал, что он не Тихона. Он Тихона, ну, чей фонарь от Тиноха? Вот такой может быть. А с какой стороны тогда вот он мог быть тебе тогда, скажи, допустим? Ну, Тиноха, это какой-то африканец, наверное? Ну, да, наверное. Ну, не бразильец. Ну, хотя Тиноха... Негерийцы, негерийцы, это вот, типа, времена, когда... Ну, кстати, да, почему нет. Всякие, типа, Нван Квакана, там, вот эти... Не путай же, он же не... Нет, Нван Квакану, да. Негерийцы. Негерийцы, вот, Тариба Уэст. Помнишь, человек был с этими, с косичками, с такими болтающимися? Не помнишь? Я помню. Ну, кто из нас старее? Да, я старее. Вот, ну, короче... Не старее всех своих гостей. Не, я, знаешь, футбол, который... Вот что, как я изучал футбол, который был до меня? По наклейкам по Нине? Нет, по фишкам. По фишкам, типа, на всякие вот, типа, там, типы а-ля Бролин, шведский. Томас Бролин. Это, типа, я все по фишкам, типа, я такой, а это что за кент? А тогда нельзя же в Википедии вбить, типа, что за чувак? Это сейчас я могу так сделать? Причем просто, ну, точнее, не объяснить, я просто сижу, типа, о, вот этот же чувак есть, а он чем занимается? Вот, о, Биг Санк Лезаразю. Вот, типа, там, подожди, а Джаркаев-то как вообще закончил, типа? И ты такой, о, блин, вот это у Франции была, прикольно. Ну, как, Франция, Армения, получается, чуть-чуть. Ну, да, мы сейчас с тобой, кстати, да, получается, Лезаразю, нет, француз, ты же не. Юрий Джаркаев, Олен Богосян. Олен Богосян, да, и еще, да, кто-то был? Или Богосян, все правильно. Олен Богосян, по-моему, у кого-то были также армянские корни, не помню, у кого. До этого. Ну, Джаркаев, самое главное, да. Кристоф Дюгари, у него были еще эти армянские корни, несмотря на то, что он Дюгари. Ну, короче, бывает так, прогуглишься, вот тогда я изучал. Поэтому, и когда появился Видак, у меня было две кассеты. У меня была, короче, кассета голы чемпионата Италии 96-97. О, так она, мне кажется, по Кемерову ходила много. Не, ну, у меня была своя, она была покупная. А я думал, что... Там такой, конечно, у Джаркаев гол бисеклетный, такой, бля, нормально он сделал. Кстати, а бисеклет разрешен и нет термин или запрещенный? Свити, ну, ты же читал этот твит? Нет. Нет, я читал твит, когда Миллер на матч ТВ запретил воспотребление... Да, бисеклета. А я прикол в том, что в тот же вечер включил... Как же называют комментатора, который баскетбол обозревает? Кандрашо? Скворцов, да. Роман Скворцов. И он комментирует с каким-то типом баскетбол. Знаменский есть еще, Матеранский. Нет, нет, это Скворцов был, скорее всего. И он комментирует матч то ли Химки, то ли ЦСКА. Он, типа, говорит, вот, когда этот матч ЦСКА играл еще тогда при коуче по шутине. И он сразу же оговаривается при коуче по шутине, при тренере по шутине. И я подумал, о, чувак, медленно переходит, медленно переходит. Не было слышу, что я его только что прочитал, и он прям вот здесь исправляет. А еще, кстати, была история, когда запретили чемпионшип говорить. Но ведь как это? Это имя собственное, потому что чемпионшип – это прям вторая лига имя собственное, название английской, одного из английских чемпионатов, одного из английских лиг. И как называть, то есть в английском чемпионате второй лиги, получается, в английском ФНЛ, получается, так? Это был тот редкий случай, когда, я так полагаю, у Спортэкспресса были смешные мемы, где, типа, Черданцев и Канделаки учат английский язык по мотивам этого «Джентльмена удачи». Корнер! Не, типа, она… Я уже не помню, кто там сидит на качеле, а кто с книжкой, но… Но сам факт построения прикола, да. Типа сам факт, что «О! Спортэкспресс» неожиданно. Есть. Потому что Спортэкспресс чем-то знаменит? Каламбурными всеми этими заголовками. Ты, кстати, как? Мне дико нравится. Хочу поорать именно с простейшего вот прям вот каламбура. Я всегда захожу в твиттер Спортэкспресс и начинаются вот эти классики. Знаешь, что мне запомнилось? Помнишь чемпионат мира по футболу, когда Умтити затащил в одном из матчей. Не помню, где вот Умтити прям вот нормально съел кого-то из нападающих. Сейчас не вспомню, но запомнился мне, что вот он реально зарешался. И на буквально заголовок к вечеру, когда у Франции есть и Ум, и Тити. Нормально. Ну, это же вот это вот классический Спортэкспресс в моменте. Они не запоминаются? Нет, никакие, может быть. Я не анализирую, я просто вижу, что… Ну, западает в память какую-то каламбуру вот этот вот блядский. Там есть какая-то штука. Они… Я признал информацию, что как СМИ, они умерли, добираться до каламбуру. Мне больше касаемо Спортэкспресса греет воспоминания. Может, им кто-то пишет? Какой Спортэкспресс был раньше? Я, типа, с первыми петухами. У них была колонка с первыми петухами корреспондентов и на агентов. Я вот какие-то там вот что-то у меня такое… Я вот дико залипал на статистику. Я как будто бы знал, сколько у кого забитых, сколько пропущенных. Как будто я сейчас выйду играть в футбол во двор. И меня все начнут спрашивать, а я бам-бам-бам начну отвечать. А у нас, смотри, знаешь, у нас с тобой есть какой-то определенный вайб, как я понял, что мы с тобой имеем какую-то определенную базу юмора и определенную базу спорта. И вот если нас с тобой посадить, комментировать, мы же с тобой вливаемся вот как с такими навыками, как два комментатора Балагуру, скажем так, которые могут комментировать средний матч АПЛ, французской лиги. Нет-нет, ну, бросив какой-нибудь каламбур, сами с этого поугарам, но не теряя нить определенно, то есть какой-то по статистике или по какой-то определенной истории знания вот в этом моменте. То есть я именно на этом поймал себя, что все-таки, если его внезапно, давай с тобой пофантазируем, заходит Канделаки и говорит, пацаны, все не могут комментировать, надо прокомментировать сейчас. Волейбольный Кузбасс, потому что игра вечером. Пойдете, мы пойдем, и, наверное, довольно-таки неплохо получится. Ну, волейбольный нормально, можно прокомментировать, потому что мы все эти истории знаем. А, вот, кстати, вспомнил еще одну вот эту вот замечательную историю про каламбуры, она буквально, он хороший, качественный, мне он понравился. Не так популярно, то есть сейчас я объясню, что есть футбольный клуб Сосово, ты знаешь. Сосово играет Джереми Бога, такой человек. И в одном из матчей Джереми Бога был удален, красная карточка за игру рукой, они проиграли, и на следующий день вышла, по-моему, какая-то определенная новость интересная, рука Бога не помогла ниже. То есть, ну, типа, рука Бога не помогла. Да-да-да, это я слышал, это я слышал этот клуб. Ну, он такой приятный, он такой прикольный. А, ну, подумай, твой второй спорт, может быть, третий спорт. И если ты вспомнишь какой-нибудь более оригинальный, и совсем поптовый, это было бы прям прикольно. Ну, вообще, зачем я слежу? Ну, блин, я, короче, за биатлоном, мне кажется, слежу по инерции, я от этого не кайфую. Вот выиграл Логину вчера гонку, типа, я, ну, типа, окей. Ну, единственную за сколько, за 72 года, да, по-моему? Не, они же выиграли смешанную эстафету не так давно. Да, но индивидуальную гонку, вот. Да, он выиграл индивидуальную гонку. Ну, блин, как-то все сложилось. Ну, не суть, в любом случае, я за этим слежу по инерции, я бы не сказал, что я кайфую. А там есть просто внешний раздражитель, который занимает себя биатлоном в России, как самый навязчивый пиар-менеджер. Миксингейн. Клоун. Я даже не знаю, но это хорошо, ты же об этом знаешь, все знают. Типа, есть возможность об этом узнать. О лыжных гонках сложно узнать, им пришлось хорошо начать выступать, чтобы люди, чтобы купили, канал купил, чтобы они начали опять показывать, чтобы приходили в эфир, чтобы были интервью с Виальбе, чтобы что-то происходило, чтобы была бы какая-то внутренняя конкуренция, что вот я с мамой разговариваю, я говорю, ну, это же вообще классно, в принципе. Как бы с точки зрения спорта Кузбасса плохо, что в этом сезоне бессмертных не бегает в целом. Но с учетом того, что он серебряный лапвизер прошлогоднего чемпионата мира, не проходит в состав в этом году, наверное, для лыжных гонок в целом в России это кайфово. Безусловно. Типа, и это какая-то живая конкуренция. Мы понимаем, что, ну, типа, он говорит, ну, реально, я, типа, ну, не прохожу состав. Все это, все правильно. Так и есть. Причем, турзески этого года был. Норвежцы не приехали, и это был выездной чемпионат России. Реально, потому что... Ну, да, да, да. Плотнейшее доминирование. Понятно, что, если кто-то не знает... Ну, ты, наверное, знаешь, что Сан Саныч Большунов, разумеется, это сейчас надежда, мне кажется, в принципе, как самая доминирующая сила, как раньше Бьерн Дели был 20 лет назад, а до этого Гундес Ван был такой шведский гонщик. Нет, так я и тех помню, но похоже больше, знаешь, на жен... Вот на Вяльбе, вот он сейчас как в Вяльбе женском. Она потому что шарашила там за обе щеки вообще. Да, да, разумеется. Ну, и короче, давай так. Слушай, как бы это двусмысленно сейчас не звучало, шарашила за обе щеки. За обе щеки. Да, во-первых, четырехкратный олимпийский чемпион, тренер сборной, шарашит за обе щеки. Скандальные заголовки. И это, кстати, знаешь, бог, мне кажется, лыжного спорта нам дал. Ну-ка, не хулиганте про Елену Валерьевну. Она сейчас дает лыжный палк, перебила какой-то кабель. Ну, и короче, что вообще второй спорт? Все-таки, наверное, чем... Вот я занимался чем-чем-чем-чем-чем? Футболом. И занимался... Ну да, я играл хотя бы чуть-чуть, блин, я понимаю, о чем идет речь. Извините меня, у меня четвертое место на области. На секундочку, ага. Да, и извините меня, извините меня, как бы чемпион межлагерных олимпийских игр. Ого! Ого! Опасно! Это титулы, которые там... Вы очень титулованный человек в гостях. Что еще сейчас я как... Опа, второе место там на городской... Чем бить, да? Ну, короче, прикольный вид спорта. И вот он вообще, он отсутствует... Он как бы такой, типа, в России он признан парковым, да? Типа, настольный тенни. Вообще, это прикольное ОФП. Вот, если ты хочешь быть просто в тонусе, в целом... Ну, за ним, ну, естественно, невозможно следить. Он просто нигде. Он в прострации. Только на Олимпийских играх. А когда? Ну, просто потому что по контракту надо показать. Ну, Тайвань, конечно, тут вытворяют. Но заниматься им круто. Это прикольная история. И мне, в принципе, нравится. Но следить за ним невозможно. И я, конечно, удивился, насколько вообще в Европе этот вид спорта не про... Не прокачан? Ну, да, потому что я покупал ракетку в 2000-м году. Ну, наверное, в 2002-м, наверное. И там было, типа, на тот момент был самый крутой европеец, наверное, или в восточной Европе. Был, типа, теннисист Самсонов. Максим, разумеется. Я не помню, как его зовут. Ну, может, Максим, но это не он. Нет, Сергей Самсонов, по-моему. Сергей Самсонов, да, я помню. И он, знаете, бронзовым призером чемпионата мира. Он какой-то был. Один из европейцев, который противостоял... И я такой... Все это... Не так давно где-то я то ли на матче ТВ, то ли, типа, матч-арена или что-то еще. Типа, там у них клубы есть. И он до сих пор играет за какой-то клуб в России. То есть настолько люди не приблизились к этому уровню, что вот там, типа... Ну, понятно, понятно. Знаю, сейчас волейбол, наверное, если так смотреть. Ну, типа, за ним прикольно наблюдать. Я в него погрузился с момента того, как там что-то делает... Ну, Кузбасс. Ну, тогда давай, я думаю, будем заканчивать. Так как мы с тобой уже оба человека, которые и с юмором, и слегка дружим со спортом. И матч ТВ, и все дела. Давай зафиналивать как финал какого-то матча или, возможно, студии какой-то репортаж. Поиграем в Шнякина, поиграем в Жичкина, возможно, в Казанского, Дениса. Вот. И как-нибудь зафиналивать будем. Итак, и подходит к концу. Практически раздался финальный свисток нашего матча. Спасибо, что были сегодня с нами. С нами сегодня был Егор Цветков. И Максим Капков, который вкусно накормил. Поставил трибуны со светом. Здесь не трибуны, а эти матчки со светом. Матчки световые. И, в общем, стадион... Стадион... Безумствовал. Стадион безумствовал, луковал. Все. Это кто? Это я не выспался. Это типа я не могу... Итак, Байер, Барселона... В общем, ну тогда берегите себя. Берегите себя и... И всех остальных, кто с вами рядом. В общем, друзья, смотрите подкаст, смотрите спорт, юмор. Субтитры сделал DimaTorzok